Обвиняемые по делу о покупке здания завода «Краян» соратнице Геннадия Труханова Марине Лазовенко придется срочно найти еще несколько миллионов гривен. По требованию антикоррупционной прокуратуры, Высший антикоррупционный суд увеличил сумму залога за освобождение из-под стражи. Апелляционная коллегия Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сумма залога для Марины Лазовенко увеличена до 6 миллионов 800 тысяч гривен. Если в течение пяти дней их не внесут, совладелец компании «Пикстрой» и депутат Одесского городского совета от партии Геннадия Труханова, доверяя делам, переселится в следственный изолятор. Пока она пребывала там только одну ночь, сразу после задержания 12 августа. Антикоррупционная прокуратура требовала избрания меры пресечения в виде задержания под стражей без внесения залога. Тогда суд решил ограничиться залогом в сумме 1 миллион 400 тысяч. Компания под руководством Марины Лазовенко участвовала в тендере на реконструкцию Соборной площади в Николаеве. По данным следствия, вице-мэр и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаева Сергей Коренев, первый заместитель директора департамента Александр Брыжатый, вступили в сговор с директорами шести компаний, чтобы обеспечить победу «Пикстрою». Договор с победителем подписали на 90 миллионов гривен. Как установило Национальное антикоррупционное бюро, работы выполнили по завышенным ценам. Ущерб городскому бюджету Николаеву составил 26 миллионов 800 тысяч гривен. Для крупного бизнесмена, совладельца строительной компании, найти каких-то 5 миллионов 400 тысяч гривен не проблема. Тем более, что деньги эти не плата за пребывание обвиняемой дома, а только залог, временная гарантия. Сам факт увеличения суммы залога говорит о тяжести обвинения и наличии у следствия доказательной базы. С другой стороны, все доводы стороны обвинения не гарантируют справедливого наказания.